Всем привет! Хочу поговорить сегодня с вами о школе. Нужна ли она? Выскажу свое мнение по поводу этого. И сразу могу представить, сколько будет несогласных со мной людей и вообще сколько будет отрицательных комментариев. Но это чисто мое мнение и я попробую вам его обосновать. Во-первых, все начинается с самого детства. Сначала мы идем в ясли, в садик, в школу, институт, работу и все. Дальше старость, на которую как бы нужно заработать в течение всей своей жизни. Откладывать средства, что в принципе в большинстве в России никто и не делает. Или ждать нищенской пенсии от государства, на которое ты всю жизнь пахал. И вот тут можно заметить, а кому выгодно, чтобы ты думал, что надо ходить в школу, институт, работу. Правильно, государство, правительство, олигархия. Как относятся к людям, у которых нет высшего образования? Ну так себе, ты типа получеловек. А если ты не закончил школу? Ты никто, ты не человек и звать тебя никак. Ты ничего не знаешь, ты ничего не добьешься. Все, твоя жизнь просто не удалась. А на самом деле задумайся, что тебе дала школа? Все ли знания, которые она тебе дала, ты используешь в своей жизни? Частый пример, который тебе приводят в школе. Чтобы хотя бы стать каким-то продавцом, тебе нужно знать алгебру. Ну да, конечно, продавец это же тот человек, который только и делает, что решает квадратные уравнения и вычисляет интегралы. Или без образования ты даже дворником стать не сможешь. Ты никто. Ну конечно, как же ты станешь дворником, если ты не узнаешь, с какой скоростью метет метла и сколько для этого нужно силы. Все, что нужно от математики, это сложение, вычитание и таблица умножения. Остальное все зачем? Идем дальше. Что нам может понадобиться из курса школы? Мое мнение, это география, общие познания в истории, уметь писать и читать. Все остальное должно быть по желанию. Конечно, вы скажете, что школьник больше ничего не захочет учить. А нет. И если у него есть склонность к творчеству, он будет отдаваться именно ему. И делать это с большим удовольствием, ведь он будет заниматься тем, чем он хочет. Конечно, вы скажете, какое творчество? И сейчас типа все школьники сидят дома за компами и играют в игры. Ну знаете, с такими мыслями тогда, пожалуйста, усиленные занятия информатикой. И поверьте, они это будут делать с большим энтузиазмом. А физика и химия здесь просто... Аааа! Не к месту. Можно привести кучу-кучу примеров, но мы не будем тратить на это время и пойдем дальше. Итак, что мы имеем по окончанию школы в своей голове? Кучу бесполезной информации. Законы, теоремы, правила, формулы. Вопрос. Они как-то способствуют определению себя в жизни? Ответ. Нет. Ты имеешь кусочки знаний отовсюду. Это знаете, как раньше продавали DVD? 10 в одном, а то и 20 в одном фильмов. Да, их много, но качество оставляет желать лучшего. Не лучше ли один лицензионный и качественный фильм? Как бы было хорошо, если после школы человек бы знал и любил то, чем он хочет заниматься? Хочу еще сказать, чему в школе не учат. Хотя это могло бы быть намного полезнее всякой физики и химии. Что действительно нужно, нужно человеку, чтобы жить в этом, так сказать, жестоком мире. Например, как избежать конфликтов, как общаться с людьми, роль мужчины в жизни, в частности, в семье, а также роль женщины в жизни, в семье, умение, уроки, уроки кулинарии. Хотя, да, есть уроки, труды, но что-то ничего полезного я оттуда не припомню. И так далее и тому подобное. Вот эти бы навыки были намного полезнее в жизни. Но, к сожалению, у нас в школах такое не преподают. Можно еще поговорить о тех тезисах, которые говорят в пользу школы. В нормальном обществе ты не будешь счастлив без образования, так как ты не поступишь в институт и не найдешь нормальную работу. Но что такое счастье? Счастье это, например, живет какое-то племя, да, в сердце Африки и не знает ничего об алгебре, физике, химии. И что, они все несчастливые люди сидят на песочке и грустят? Конечно, конечно, вы сейчас скажете, что мы-то с вами не в Африке живем, мы с вами цивилизованные люди. А что тебе мешает там жить? Ты свободный человек. Нет, нет, я ни в коем случае не призываю сейчас вот всех собраться и поехать в Африку. Нет, ни в коем случае. Тогда точно эти племена станут несчастными от такого количества русских, которые приехали искать свое счастье. Просто счастье, оно для каждого свое. А нормальное общество просто пытается навязать какие-то свои нормы и морали. Которые, кстати, выгодны только для них, но никак не для тебя. Вот такие вот тараканчики бегают в моей голове. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Да, и я забыла сказать, я уже приготовилась отражать атаки нормальных людей. Не забывайте на меня подписываться и ставить мне лайк под видео. Спасибо за внимание. Спасибо, что меня посмотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok